Это счастье, когда занимаешься любимым делом. Это правда. Скульпторы по натуре свои должны быть более честные люди, потому что профессии обязывают. Нужно пролепить каждый миллиметр. Там не за что спрятаться. Я вообще себя считаю станковистом. Мне нравятся работы небольшого формата для галереи, для залов. Для художников фотографии это настолько близкие. Это вот как языки белорусские, украинские. И когда человек увлечен, у него меняются глаза. Я как мальчик маленький с братом старшим лепили солдатиков. Ну это, наверное, все дети проходят. Солдатиков, оружие. А потом какие-то композиции. Мальчики, девочки с собачками, с котиками. Я художественную школу не заканчивал. Как-то получилось так совершенно случайно. В жизни говорят все случайно, а не случайно. Я закончил музыкальную школу по классу тромбон с отличием. И уже поступил в музыкальное училище в Молодечно. Ну так случилось, что мои работы, рисунки и лепку увидела Ирина Васильевна Глазова. Это художница. Она преподавала в училище имени Глебова. И сказала, ты подвези работу и покажи. А там еще работал Юрий Поляков. Известный белорусский скульптор. Классный. Он посмотрел работы мои, вот эти нашлепки, там всякие композиции, которые я тогда лепил, несложные. И говорит, что да, тебе надо поступать. И я, собственно говоря, без всяких таких основательных подготовок. Нет, я, правда, месяц порисовал с натуры. Был еще время, да, и поступил. Нам немножко не повезло моему курсу. Нас набирал великолепный скульптор. Скульптор Анатолий Ефимович Артемович. Но почему-то как-то так случилось, что он у нас не преподавал. Он нас набрал, наш курс выбрал. Но у нас получилась такая ситуация, что немного вел Артемович, немного бембель. Колчев Женю учился очень много, очень долго. Он закончил училище. Он закончил наш институт, теперь академию. Он также закончил мастерские академические АСГУР. Практически он получил весь комплекс профессиональных познаний. Это один из самых образованнейших в профессиональном плане скульпторов. Артемович великолепный. У нас один из лучших монументалистов. Мне потом приходилось в качестве, вот вы видели в цеху, да, увеличивать его работы, быть в команде скульпторов, которые его проект делали в размере. Каркас, увеличение. Я, допустим, всегда удивлялся, как вот огромная масса глины, мы-то проложили в основном объем, а потом приходит мастер и начинает двигать. Это просто было потрясающе. Работа меняется на глазах в лучшую сторону. Дипломная работа была посвящена гению, скульптору Микеланджело. Обо всей работе я не буду говорить, это триптих, а вот центральная часть у него очень философичная. Там Микеланджело стоит как мудрец, так сказать, на фоне собора святого Петра. И самое поразительное, что этот собор святого Петра тонет в маленьких домишках, вокруг маленькие домишки. И вот это величие веры, величие религии над этим мусором, вот как бы домов этих маленьких и прочих, вот, меня убеждают. Мне кажется, что это правда, что так оно и есть, и так и должно быть. Я в армию пошел после института в 25 лет. Конечно, армия ничего не дала, с одной стороны, кроме потери времени, но с другой стороны, есть большой жирный плюс – воспитание и терпение, что очень важно вообще в жизни, а в жизни мужчины тем более. Терпение всего – и унижение, и холода, и… Я не хочу сказать, что это была такая сложнейшая армия, но в армии трудно в любом случае. Ну и вот, служил в танковых войсках, начинал в Пищах, закончил в Гродно. Конечно же, в Гродно я слепил фигуру Ленина для музея, а пришел из армии, был у меня первый заказ – бюст Ленина. Я вообще себя считаю станковистом. Мне нравятся работы небольшого формата для галереи, для залов. Ну и приходилось участвовать в проектах моих коллег. Вообще скульптура – дело цеховое, и поэтому очень часто автор какой-то работы, проекта, он предлагает поучаствовать в своих коллег, которым он доверяет. Ну, это так обобщенно. И просто приходилось заниматься исполнительской работой, лепкой. Мне его нравятся работы, именно анималистические его работы. У него там хорошая пластика, собаку он очень хорошо чувствует. Некоторые товарищи его просят, чтобы он помог найти собаку в скульптуре. Потому что как-то лепишь-лепишь, и что-то получается. Не собака, а Женя приходит, так, 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 движение поймал. Все, собака. У меня всю жизнь были собаки, и, наверное, я чувствую очень хорошо суть этих животных. Они очень красивые. Ну, я считаю, что собак нельзя не любить. Лошади, собаки – это, конечно, страсть, которая останется на всю жизнь. И вот сейчас у меня тоже есть собака, конечно, он уже старенький. К сожалению, он в очень плохом состоянии, слабеет, чахнет. С детства я целое лето проводил в деревне. Ну, естественно, там же и уточки, и курочки, и собачки, и лошади, и коровы, и свиньи. Я помню, мы еще на свиньях катались малыми. Ну, баловались, да. Я помню, не знаю, откуда-то, вот, приезжал в деревню, и первое, что я делал, я подбегал к коню, упирался лицом в его брюхо. И вот этот запах конский, да, казалось бы, там, ну, вот, специфический. Мне очень нравилось почему-то, я не знаю, откуда это. Ну, странно может показаться, может, Шеня даже ее не считает важной, серьезной, но у него есть работа обида. Это собачка, которая оборачивается со скалом на что-то, на какого-то обидчика. И я хочу сказать вам, что эта работа очень тонкая, очень тонкая и человечная. Почему? Потому что у этого бессловесного, живого существа, как будто есть свое понятие гордости, как будто оно, она защищает какое-то свое достоинство. Яго, собачки, так никто не лепит собачек, яго, Женя. А зараз так отрывалась, что я, баловался, живу гамурго, и у нас там собаки, есть у нас с мужем, есть собаки, и одна вельми любимая собачка, нажали вось некольки ты дня тому, и она пошла так сама туда, вось вельми добрая собачка, и мы вырошили зарабить скульптуру этой собачки. И Женя, никогда я не бачила, а я посылала фото с дымки, таки, таки, ракурс. И зараз так приемно, что и наша собачка с нами, и Женина творчество с нами, и все, кто не приходит до нас, сябры моего мужа, кажутся, ну, чудовная скульптура, ну, чудовнейшая. Портретов много тоже я сделал и с натуры, и по фотографиям, то есть и заказы, и просто мне интересна была всегда тема портрета, в скульптуре тоже. В юности, в молодые годы, когда вот как раз-таки у Асгура я учился, три года, я там практически всех своих коллег перелепил. Игорь Бархатков, Андрей Задорин, Роман Заслонов, Татьяна, жена его Заслонова. То есть, как бы, это все было очень интересно, и... Ну, и сейчас интересно, когда ко мне обращаются с просьбой полепить с натурой с большим удовольствием. Просто сейчас все люди очень заняты, время такое, ни у кого его нет практически. А это нужно приходить хотя бы три-пять сеансов по часу, посидеть, чтобы... Это же все очень серьезно, да? Как у каждого скульптора, у меня тоже были много памятных досок, посвященных и художникам, и музыкантам, и ученым. Да, и медикам, и селекционерам, академикам. Ты получаешь заказ, или к тебе обращаются с просьбой сделать памятную доску. Вот как ко мне обратилась семья Бориса Ракчеева. Я очень хорошо знаю эту семью, поэтому это был очень ответственный момент. Тата, у него есть вельми чудовный аутопортрет, який называется «Рыжая восень». Женя, мы собрали шмат годов, он учился с моей старшей сестрой, и он чувствовал, что мне нужно. Но это все так просто не было. Картина – это одно, а скульптура – это совсем другой подход. Я не вельми видала этих секретов скульптурных, и для меня... Мне подалось все, все уже тут вырешено мастаком, и тут нема чого особливо такое серьезно. Але на самой справе это было складано. Потому что тут у баррельефе потребно быть и фотографичное подобенство. А мой тата этот портрет написал пастозно, так эксприонистично. То есть, поим, фото докладности нема. Але мне важна была та сама идея, та композиция, якая была на аутопортрете. И это тяжкий был процесс. И для Жени, и для нас трималась цудовно. Мне так приемно зараз и мои сябры, и кто меня не ведет, и кто моего тата ведет, кто проходит мимо этого баррельефа, говорит, что это наилепше в Минске. На моем доме, где мы сейчас находимся, Карла Марса 80, там баррельеф его работы. Был когда-то знаменитый такой музыкант Пинчук, большой. И вот висит его работа. Я прохожу, и это Женя делал. Это очень прекрасно. На самом деле, он так трепетно относится к своим работам. Те, кто монтировал, они смонтировали чуть-чуть криво, по диагонали. То есть текст не параллели, ну, скажем, это в самом деле так видно. Он так переживал. Это так его ранило. Это правда. Он пытался ночью там как-то поправить, но это не сделаешь уже. Очень трепетно переживал. До боли. И когда было открытие, были там и мэры, и не знаю кто еще, и родственники. И там был, знаете, ансамбль музыкальный из какого-то военного оркестра. Все гудели, все снимали. Он только по этому поводу стоял на противоположной стороне дороги и не подошел. Конечно, это неприятно. Ну, представляете, может быть, это уже замыленная фраза, что любая работа художника, скульптора – это его дитя, да? Ну, так громко звучит немножко. Ну, правда. И когда ты в эту работу вложил свою душу, хотел сделать как можно лучше, профессионально, и вдруг, и причем заранее просил, чтобы когда будет монтаж, пригласите, пожалуйста, автора, чтобы он присутствовал при этом монтаже, чтобы не было никаких казусов. Обещали. Но не пригласили. Мне было настолько это неприятно, что я даже не принимал участие в открытии. Мне было просто стыдно. Два года назад мы с витебским скульптором Иваном Казаком сделали статую, трехфигурную композицию, посвященную Александру Невскому. Во-первых, это было интересно – попробовать свои силы в четырехметровой скульптуре. Но я не могу ее оценивать. Есть много всяких, как всегда, точек зрения, хорошо ли, плохо. Но работа стоит в Витебске. Я делаю какую-то композицию. Это не композиция, это просто фигурка Пегаса, уставшего от полетов. Вот он пытается опять подняться. Приходишь в мастерскую, то, что сделал вчера, кажется, очень плохо. Потом проходит какой-то период, и кажется, что все-таки есть какие-то качества очень хорошие – пластика, объем, движение. Ну, то есть это такое волнообразное. Я не знаю, это от многих факторов зависит. Может быть, даже от фазы Луны. Несколько работ ведется параллельно, к какой-то возвращаешься периодически. Есть такие периоды, или чувствуешь такая работа, которую нужно сделать быстро, и уже к ней не возвращаться. Бывает очень часто у меня, не знаю, как у других, вот когда работа слишком долго ведется, она уже как бы не то, что надоедает, а теряешь остроту восприятия, и она как бы так квасится, и ничего толком не получается. Вот она и остается на полке. Скульпторы по натуре своей должны быть более, по характеру более честные люди, потому что профессии обязывают, потому что, ну, я так, может быть, не прав, но нужно пролепить каждый миллиметр. Там не за что спрятаться, да? А он художник вот до мозга костей. Это правда. И когда я увидел его фотографии, к тому же, я фотограф там-то, мне это ближе, а он и фотограф, и скульптор. Он вообще уникальный человек, правда, таких раз, два и все. У него есть целая уже история наша, портретов, фотографий. Я считаю, что это фотографии высочайшего художественного уровня. Такие, как Майфу Вульфовичу Данцика фотографии, как фотографии Жоры Скрипниченко. Даже Евтушенко он где-то встречался, где-то видел, есть чудные фотографии. Я очень хорошо помню свою фотографию, которую у нее есть. Он как будто видит в камеру то, чего не видит никто другой. Вот это меня поражает. У меня, я знаю, что о себе могу сказать. У меня очень много фотографий было. Вот кто-то фотографировал. Я, типа, себя терпеть не могу. Мне не нравится, да. А тут вот как-то легло на душу. Я вдруг поверила, что вот что-то такое хорошее он уловил. Я люблю фотографировать с юности, как бы это все не в тягости. Я надеюсь, что это не в ущерб ни скульптуре, ни фотографии. Фотографией я занимаюсь давно для себя. И вот так случилось, что благодаря людям, которые, увидев мои фотографии, они им понравились, и они как-то... Я бы сам, может быть, и так не продвигал их. Но так случилось опять совершенно случайно. Они мне посоветовали, порекомендовали участвовать в выставках. То есть у меня уже было где-то 8 выставок персональных. Очень давно он занялся фотографией. Очень давно. Тоже где-то в 80-м, может, даже раньше. Лучше в него спросить, да. Но я у него как-то всегда за советом к нему приходил. Он первый с пленки перешел на цифру. И встречаются совершенно неожиданные лица незнакомых людей, и знакомых людей, которых давно не видел, или видишь всю жизнь в разные этапы нашей жизни. То есть как бы это все... Мне эти интересы наблюдать. Если какое-то появляется предчувствие, предчувствие, что вот сейчас этот человек подходит к картине, и он ее разглядывает. И когда человек увлечен, у него меняются глаза. Вот глаза, лицо, да, вот это же... Вот это ценно. Ну, для меня. Он нащупал свой стиль и метод. Ну, во-первых, очень узнаваемые портреты. Мне 20 штук портретов покажи, колчево я увижу сразу. Это уже огромный плюс фотографий. Найти свой стиль, это... Ну, это очень сложно. Гораздо сложнее, чем живописство. Вот. То есть он узнаваем. И второе, что мне очень понравилось, он немножко так приподнимает образ, так лишает вот его такой документальности, повседневности. И они такие у него... Такие у него временные такие получаются. Национальная премия в области художественной фотографии. 2016 год. Вот это было совершенно неожиданно для меня. Ну, конечно, приятная неожиданность. Я знаю, что много в Беларуси прекрасных фотографов. И с этой точки зрения было действительно очень неожиданно. Я, так честно говоря, не рассчитывал на 100%. Потому что там у всех было серии работ. 8 работ, 10 работ. Я когда увидел скромно висящую свою одну фотографию, то я подумал, ну, ладно, поучаствую. Что ж. Я предложил для рассмотрения, для участия несколько портретов Данцига. И цветной, и черно-белый. Выбрали черно-белый портрет. Работа победила в конкурсе. Так как это была номинация художественной фотографии, наверное, жюри, исходя из этого, сделало предпочтение. Я, честно говоря, участвовал, не ожидая, что так получится. Просто участие. Посмотреть со стороны. Вот этот принцип, такой интересный документальный кадр, он его вырезает, обрабатывает так, ну, достаточно деликатно. И садит на такой фон нейтральный, такой подходящий. И вдруг вот это вот мгновение, оно становится таким монументальным, таким, очень значимым. Очень много фотографов, которые тяп-ляпы и фейсбук, и фейсбук. А он пока не убедится, что все сделано безаккурительно, ничего не выкладывает. И попасть в его объектив, я думаю, это серьезная штука. Когда приходишь на выставки, где я часто фотографирую, то есть как бы нет какой-то задачи, вот я хочу снять то-то и то-то того персонажа или этого. Просто уже в процессе общения, обращаюсь, что какой-то человек показался вдруг интересен. Это могут совершенно разные люди. То есть нет, повторюсь, какую-то задачу снять именно этого. Вот какое-то выражение лица удивительное, или какое-то мгновение освещения, свет падающий. Я помню с детства, мне это иногда не нравилось, но меня сажали, и я позировала, смотрела в объектив. И я не могу сказать, что у папы был период, когда вот он начал заниматься только фотографией и забросил скульптуру. Такого не было, это всегда развивалось параллельно. Но мне кажется, для папы скульптура была скорее больше как работа, а фотография – это такой порыв внутренний, творческий, который, ну вот, не надо было себя заставлять специально фотографировать, а просто у папы есть это желание, и он просто его воплощал всегда. Жена, закончив музыкальную школу, тоже не стала музыкантом. Но когда у нас родилась дочь, я всегда это говорил, вспоминая, что вот она раньше начала петь, чем говорить. Было грех не отдать дочь при консерватории, есть лице и гимназии, она с пяти лет там училась, сейчас заканчивает консерваторию в следующем году. Уже работает филармония, то есть как бы то, что не сложилось у нас, музыкальная судьба, то даст Бог, получилось, и получится дальше у дочери. Женя, таки тата, я все вспоминаю, как я нахэту виланчель заусюду, с виланчелью привезли туда-сюду, я дашку свою, Ганну, и виланчель заусюду, и заусюду я таких батьков не бачила. Папа был даже инициатором того, чтобы я пошла в музыкальную сферу, потому что папа говорил, что женщине-художнику будет очень трудно. Папа всегда выручит и поможет, если его попросить о чем-то, но он всегда так старательно все делает. И, ну, мой папа добрый, да, добрый и заботливый, и быстрый, да. Он точный такой человек, он точный в своих начинаниях, в своей работе, он такой пунктуальный, такой педантист, он в этом плане аккуратист. Вот. Этим он как-то подкупает. Я был у него дома, я был у него в мастерской, я был у него на этом, где они делают свои скульптуры, на комбинате. И я вьет. Как? Я даже поражаюсь, как его хватает на всю эту деятельность. Правда, это... Я так не могу. Он очень открытый, он принципиальный. У него есть своя точка зрения на многие вещи, и на эстетику, и на этику, и на политику. Он это не навязывает, но когда какие-то принципиальные вопросы поднимаются, он свою точку зрения отстаивает. По-моему, счастливый художник – тот, который занимается любимым делом. Ведь есть много художников, которые в силу обстоятельств или других причин, прежде всего, деньги, да, важны. А человек, который делает, прежде всего, для души, для себя, а потом это находит отклик у зрителя, естественно, имеет какая-то... Происходит монетизация, скажем так, да, когда работа... Творческая радость. Нет, товарищ пошутил. Ну что, сейчас вот работу слепил, купили, это творческая радость. Ну, в какой-то степени, да, конечно, приятно, когда работа находит своего зрителя, и когда она ценится не только деньгами, но еще и остается в памяти у зрителя. Ну, это важно, правда. Как все мальчики, я в детстве мечтал быть летчиком, но так как летчики должны сдавать математику и точные науки, романтика ушла, осталась такая... Такая преграда. Летчиком я не стал. Да. Ну, летаю только в своем воображении. Что тоже хорошо. Музыка. 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 Музыка.